Партнер программы «Сеть ломбардов. Золотая корона» в Орске. Некоторые арчане, получившие квитанции, были крайне удивлены цифрами за отопление. Все дело в том, что суммы уменьшились более. Подробно расскажет Татьяна Лакеева. В храме Мельфомена в драматическом театре прошло ежегодное, ставшее уже традиционным, награждение «Арчанка года». Как это было, смотрите в материале Анны Поначевой и Николая Баранникова. Сегодня сотрудники ГИБДД совместно с юридовцами останавливали исключительно девушек. Почему? Узнаете через пару минут. 6 марта в Орске в 10.40 Управление по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций администрации города провело проверку работы системы оповещения с практической подачей сигнала «Внимание всем!» Сигнал поддавался на протяжении трех минут. Услышав его, необходимо было соблюдать спокойствие. Оставаться на рабочих местах или дома и включить сообщения на телевизионных каналах или радиостанциях. Некоторые «Арчане» получили квитанции за февраль и сильно удивились. Сумма за отопление в них значительно ниже, чем обычно. Напомним и объясним, что это за чудо такое. Жителям Орска, у которых были проблемы с отоплением из-за сбоя в работе ТЭЦ, скорректировали цифры в платежках. Напомним, утром 13 февраля многие «Арчане» проснулись в холодных квартирах. Как выяснилось позже, на ТЭЦ произошло короткое замыкание и отключилось оборудование. К вечеру работа теплоэлектроцентрали была восстановлена. Официальный комментарий «Энергосбыт плюс» по поводу начислений. Снижение начислений за отопление жителям домов в зоне действия ТЭЦ-1 выполнено в беззаявительном порядке в февральских квитанциях. Как и было обещано, «Арчанам» уменьшили платежи за период с 13 по 19 февраля без проведения замеров температуры в квартирах и оформления соответствующих актов. Жителям домов без приборов учета тепловой энергии полностью обнулены начисления за отопление за период с 13 по 19 февраля. Проживающие в домах, оборудованных общедомовыми счетчиками, также получат начисления, которые значительно ниже фактического потребления тепла за указанный период. Сумма, на которую уменьшены начисления, указана в квитанции в графе «Перерасчет». В Орске подняли вопрос безопасности в образовательных учреждениях после обрушения крыш в двух школах Оренбуржья. Напомним, 11 февраля часть кровли обрушилась в школе в селе Донское Красногвардейского района. А 22 февраля часть крыши рухнула в средней образовательной школе в селе Кваркино Оренбургской области. Все это произошло в 2024 году. В связи с этим специалисты провели визуальные осмотры всех образовательных организаций Орска. Все школы прошли проверку. Теперь с 22 февраля осмотр проходит ежедневно с фиксацией в журнале, рассказала начальник отдела образования администрации Орска Светлана Маслова. Пять новых трамваев «Львенок» вышли на линию в Новотроицке. Движение запустил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Львята» начали перевозить пассажиров по трём из пяти новотроицких трамвайных маршрутов. По два вагона вышли на маршруты номер 2 и 3. Ещё один вагон курсирует по маршруту номер 4. Помимо пяти трамваев, которые вышли уже на линию, ещё пять вагонов проходят обкатку. Оставшиеся три «Львенка» в ближайшие дни прибудут в город. В трамвае с ласковым именем «Львенок» предусмотрено четыре дверных проёма. Причём в центральной части одна из дверей оборудована откидной аппарелью для маломобильных граждан. Также «Львенок» оснащён камерами внутреннего и наружного видеонаблюдения – системой пассивной безопасности, благодаря которой в случае ДТП сила удара распределяется по всему вагону, что минимизирует возможные риски для здоровья как водителя, так и пассажиров. Салон трамвая оборудован USB-разъёмами для подзарядки мобильных устройств. В ГАИ отдел ЖКХ и КС администрации провёл электронный аукцион на портале государственных закупок. Предмет выполнения работ – установка, либо восстановление дорожных знаков и нанесение разметки. Победителем конкурса стала Орская фирма «Сигнал». За 1 260 893 рубля 6 копеек орчане приведут знаки в порядок и нанесут свежую разметку на дороге ГАИ. В администрации Оренбурга сообщили, что в ближайшее время на всех умных остановках города начнут работать информационные табло. Напомним, ранее эксперты Народного фронта проверили 36 остановочных павильонов, где есть устройства с картой города, розетки и прочее. Выяснилось, что 75% из них совсем не подключены к электричеству. Однако в администрации областного центра заверили, что в скором времени всё будет. Табло прошли проверку в тестовом режиме, а на некоторых умных остановках они уже работают. К ним проложены необходимые кабели, проведено электричество. В ближайшее время информационное табло запустят на всех остановках города. Сейчас идёт работа с подрядчиком по оформлению необходимой документации, синхронизации оборудования. Парк Пищевик Заключение госэкспертизы Уже определён подрядчик, а работы будут выполнены до конца ноября этого года. Парки сделают детскую игровую зону, освещение, поливочную систему, площадку для выголов и дрессировки собак. Завершат обустройство велодорожек, установят малую архитектурную форму, высадят деревья и кустарники. Есть дела, которые нельзя отложить. И есть вещи, которые можно заложить. В ломбардах «Золотая корона». Быстро, выгодно, надёжно. «Золотая корона». Рядом, когда срочно нужны деньги. С 6 по 18 марта выставка «Дары Камчатские в Орске». Чавычи, белоры, вице-палту, стунец и красная икра. Ждём вас в «Дары Камчатские» рынок «Авангард». Овощной павильон. Впервые в Орске. Концерт легендарной группы Стаса Намина «Цветы». 22 марта. Кафе-терраса. Начало в 19.00. Промышленный гигант региона комбинат «Уральская сталь» отметил свой 69-й день рождения. В честь праздника в Новотройске прошло несколько знаковых событий. Так, на комбинате состоялась презентация супермаркета «Чугуна». Это временное хранилище жидкого металла, которое поддерживает его температуру и химический состав. Теперь сталиплавильщики смогут в любой момент обратиться сюда, как в супермаркет, чтобы взять необходимое количество чугуна для производства стали. На самом деле, вот эта вот ботина емкостью 1300 тонн нам с вами даст очень многое. Она повысит нам выпуск стали до двух миллионов тонн. Она нам придаст равномерность в плане химии по чугуну. Старт новому отделению электростали плавильного цеха дали руководители «Уральской стали» и губернаторы Оренбургской области Денис Паслер. Торжественно открыть объект, нажать на кнопку «Уральской». Благодаря модернизации электростали плавильного цеха планируется увеличить выпуск стали до двух с лишним миллионов тонн в год. И это далеко не все из амбициозных проектов новотроицких металлургов. Хочу, конечно же, поблагодарить руководство за то, что на комбинате последовательно реализуются инвестиционные проекты, недешевые, кстати. Вот этот очередной проект почти 5 миллиардов, а общий объем превышает 100 миллиардов рублей, ближе к 150. Это огромные деньги. Это очевидно уже сегодня, что это новая жизнь, новые условия труда. Мы всегда с вами находимся на этапе, на эпохе изменений, изменений в дизайнерном развивающейся компании. Благодаря вам и вашему вкладу мы двигаем нашу компанию вперед. Затем металлурги и почетные гости переместились в актовый зал. На торжественном собрании коллектива корпоративные награды по номинациям получили более 50 передовиков, ветеранов и представителей династий. Общий трудовой стаж династии составляет 930 лет. В числе тех, кто был отмечен наградами, заслуженный металлург России Борис Даньшин, бывший горновой доминого цеха, проработал на комбинате 47 лет. Кормил он меня всю жизнь, считай, комбинаты. У меня два сына, один уже на пенсии, в младшем домином цехе работает. Также, как говорится, продолжил мое дело. Так что я горд, что всю жизнь прожил на столе. Дал он мне жизнь. Мне 83 года. Может быть, и благодаря этому, что упорному своему труду, столько живу. Слова поздравления прозвучали от губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. В своей речи глава региона акцентировал внимание на том, что в прошлом году «Уральская сталь» стала крупнейшим налогоплательщиком Оренбуржья. Я, конечно, вас с этим в первую очередь, наверное, в первую очередь поздравляю нас, потому что мы имеем возможность, соответственно, получать сегодня такие налоги. Но, конечно же, я поздравляю вас и благодарю за ваш профессиональный труд. Это дорогого стоит. Генеральный директор управляющей компании «Уральская сталь» Денис Сафин в своем обращении отметил, что у руководства далеко идущие планы на развитие комбината и компании в целом. За два года я сейчас абсолютно не лукавлю. У меня комбинат стал и город родными. Я сюда приезжаю с большим удовольствием. У нас есть планы на ближайшие 5 лет, как минимум. А я думаю, что и на ближайшие лет 10. Как развивать комбинат, какие продукты делать и как. И понижая эту бланку, которую мы задали в прошлом году, Саф, крупнейшая новая платежка региона. После торжественного мероприятия губернатор и руководители «Уральской стали» запустили движение новых трамваев «Львенок». Их приобретение стало возможным благодаря отчислениям комбината масштабных налогов. Суперсовременный салон трамвая оборудован USB-разъемами для подзарядки мобильных устройств, а также камерами видеонаблюдения. Для комфорта пассажиров предусмотрена система климат-контроля. Первым официальным пробегом по городскому маршруту пассажиры остались довольны. «Львенок» довез губернатора и руководителей «Уральской стали» до молодежной аллеи, где был заложен памятный камень в честь начала строительства корпоративного многоквартирного комплекса. Строительство гражданских объектов в городе не велось более 10 лет. Эту безрадостную тенденцию изменила компания «Уральская сталь», которая решила создать для своих работников комфортные условия жизни. Квартиры в новостройке предназначены для металлургов комбината. «Искренне считаю, что металлурги это заслужили. Новое качественное жилье, построенное по самым современным требованиям. И, конечно же, как сказал губернатор, только начало. Мы рады возродить, не боюсь этого слова, в городе гражданское строительство. Мы сюда пришли, в этот город, надолго. И будем, конечно, максимум делать для того, чтобы город стал комфортным еще более, для того, чтобы он стал конкурентным еще более, чтобы отток жителей из этого города прекратился. Наоборот, началась обратная тенденция. Я вам обещаю, мы все для этого сделаем». Современный жилой комплекс будет состоять из двух десяти этажек на 500 с лишним квартир, с подземным паркингом и благоустроенной территорией вокруг. В будущем металлурги планируют также возведение и индивидуального жилья. Антонина Сатарова, Николай Баранников, Служба информации и телерадиокомпании «Евразия». Глава Орска Василий Казупица поручил подготовить постановление о создании штаба, который займется реализацией программы развития Орска к 2035 году. Напомним, нашему городу выделено более 35 миллиардов рублей на развитие до 2035 года, когда город будет отмечать 300-летний юбилей. На эти деньги будут построены больницы, отремонтированы школы и дороги, коммунальная инфраструктура, дома культуры. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объяснил, что уже сделано для того, чтобы Орск преобразился. В городе живет и учится очень талантливая молодежь, а это основной потенциал Оренбуржья. Городоначальник уточнил, что впереди много работы, и сделать ее необходимо качественно и в срок. Задача такая. Город должен быть привлекательным для жизни. Чтобы молодежь оставалась здесь и понимала, что здесь удобно, комфортно, всегда будет работа, будет где жить и отдохнуть. Орск был и будет привлекательным для жителей поселков и городов, расположенных рядом. На выходные к нам приезжают, чтобы сходить в парки, магазины, кинотеатры и так далее. Мы должны сделать все и реализовать эту программу. Программа очень амбициозная. Мало получить деньги, необходимо еще сделать все объекты и запланированные задачи. В штабе по работе над реализацией программы развития Орска должны быть ответственные сотрудники и общественный совет. Сюда должны войти все ответственные сотрудники, которые будут непосредственно отвечать за определенные направления работы. При этом в штабе должен быть общественный совет, для того, чтобы мы общались с общественностью, ветеранами, молодежью и другими неравнодушными людьми. Как пример могу сказать про школу 54. Мне очень понравилось, что там родители активно участвуют в ремонте. Не руками, разумеется. Они советуют и высказывают мнение. Всего будет выстроена работа по 16 направлениям. Образование, культура, спорт, благоустройство, жилищное строительство, инженерная инфраструктура, транспорта, экологии и другие. На выездном заседании правительства программа развития была принята безоговорочно. В Гае будут судить местного жителя, купившего поддельное водительское удостоверение в интернете. Парень нашел сайт, предоставил свою фотографию и паспортные данные и через время получил документ по почте. Гайчанин использовал его при передвижении на автомобиле, пока не был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые и установили факт подделки. Уголовное дело принято к производству суда и назначено к рассмотрению. В Новотроицке учеников школы номер 10 перевели в здание бывшего лицея по улице Мира. В феврале стартовал капитальный ремонт одной из старейших школ Новотроицка. Работы будут проводиться в несколько этапов и закончатся в 2025 году. Все это время более 500 учащихся будут заниматься в одном из корпусов бывшего лицея номер 1, расположенного по улице Мира, где был сделан косметический ремонт. Однако многие новотроичане выразили обеспокоенность по поводу того, что здание лицея не приспособлено для обучения. А также задали вопрос, почему нельзя было перевести детей во вторую смену в 16 или в 11 школу. У нас высвободилось после ремонта здание бывшего лицея, которое на Мира 1 под мостом. Мы провели там косметический ремонт. И дети, вот это была большая задача, потому что если ремонтируется школа в городе, мы организовывали вторую смену где-то рядом. Ну, допустим, ремонтировали 15-ю, 6-ю школу, дети ходили в 15-ю. Ремонтировали 15-ю, дети ходили в 6-ю. Здесь так не получится, потому что 16-я школа, ближайшая на Западном, она у нас и так в две смены. Последняя школа, которая осталась работать в две смены. Соответственно, нужно было искать здание, чтобы родителям не приходилось детей возить в город. Это очень тяжело и накладно, мы это прекрасно понимали. Поэтому такой выход найден. И я думаю, в течение двух лет, мы летом там еще проведем дополнительный косметический ремонт, дети будут учиться с комфортом. Начальник управления образования Дмитрий Асташов сообщил, что решение перевести детей в здание лицея было согласовано с родителями. Мы стараемся точечно отрабатывать, если возникают какие-то вопросы у родительской общественности. Пока нам это удается. И мы проводили и родительские собрания, на котором коллегиально принимали решение, что это действительно будет удобно с точки зрения расположения, перевести их непосредственно в здание поблизости и организовать там образовательный процесс. В Ворске спасатели провели по-настоящему ювелирную работу в прямом и переносном смысле. К ним обратился мужчина с просьбой снять кольцо, которое очень прочно застряло на пальце. Чтобы это сделать, пришлось распилить его болгаркой, при этом не поранив мужчину. К счастью, все прошло более чем удачно. Спасатели отмечают, что практически у каждого была ситуация, когда было трудно снять кольцо из-за отекших пальцев. Причины могут быть разные, начиная от влияния погоды и заканчивая различными болезнями. Но в такие ситуации попадают не только взрослые. Часто дети во время игр надевают на пальцы различные металлические детали своих игрушек, от которых потом очень трудно избавиться. Стоит быть более внимательным к таким деталям. Накануне Международного женского дня в ГАИ сотрудники ГИБДД совместно с учащимися гимназией провели акцию «Моя мама – автоледи». На оживленном перекрестке инспекторы останавливали проезжающих женщин-водителей и напоминали о правилах безопасности как на дороге, так и в автомобиле. А ребята дарили им тюльпаны. В Орске прошло традиционное награждение победительниц конкурса «Орчанка года». Десятки прекрасных дам, красивые наряды, искренние улыбки и невероятные эмоции наполнили стены драматического театра в преддверии Международного женского дня. Постоянно удивляюсь творчеству тех, кто находит великолепные слова классики о женщинах. И постоянно перечитываю и думаю, что, наверное, вот так трудно сказать. Дорогие друзья, дорогие наши женщины, я поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю вам счастья, улыбок и мира всем нам. Среди победительниц оказались сотрудницы ПАО «Орскнефтьоргсинтез». В номинации «Служение людям» победителем признана председатель профсоюзной организации завода Лариса Михайлова. В номинации «Тепло материнского сердца» были отмечены многодетная мама Наталья Веселова и мама одаренного ребенка Людмила Борисова. Тамара Терещенко отдала заводу более 40 лет и была номинирована как героиня серебряного возраста. А вот Анну Кривошейну руководство рекомендовало в номинацию «Женщина-профессионал». Мне очень приятно, что мое руководство оценило профессиональный труд и номинировало меня в данную категорию. Ощущения, конечно, переполняют, потому что для меня это было неожиданное приглашение на участие в таком грандиозном мероприятии. Десятки друзей, знакомых и просто неравнодушных арчан и арчанок пришли поддержать всех участниц, а заодно и пожелали им побольше счастья, любви и мира. Мы поддерживаем. Кого поддерживает? Мы поддерживаем Галилу Лазаревну Казанцеву. У нас «Встреча друзей» называется наш клуб. И мы ее номинация «Женщина прекрасного возраста» или, сейчас скажу, какого возраста, «Серебряного возраста» в этой номинации. Очень-очень поддерживаем ее. Вот наши девочки «Встреча друзей». Что бы вы пожелали всем участникам? Ой, здоровья, здоровья, здоровья. Благополучия, удачи во всем. И всего-всего хорошего. И чтобы был мир на земле. Всех девчонок, все, которые участвуют, всех арчанок, поддерживаем. Что бы пожелали всем участникам? Поздравить хотелось бы с 8 марта, поздравить крепкого здоровья и безграничного счастья. Чтобы у них было больше успехов не только в сегодняшний день, а всегда, везде и постоянно. Мы участвуем и поддерживаем. Мы активное поколение. И всегда говорим, активные люди, активны всегда. Активная жизнь, активные дела. Так что всего доброго. Они поздравляют Светлану Горшкову от нашего активного поколения. Участницам, конечно, всем желаю победы. Хотя это так не может быть, иначе не было бы конкурса. Но тем не менее, даже тем, кто не победит, за одно участие им большая благодарность. За тот вклад, который они делают в это дело, ради которого сегодня мы все сюда пришли. Всем им доброго здоровья, благополучия, мирного неба и много-много-много солнечных дней и детей. Валентину Новикову признали лучшей в номинации героиня серебряного возраста. Всю свою жизнь она посвятила общественной работе и каждый год участвует в конкурсе. Иногда лично, а иногда просто мотивирует своих девчонок-коллег поучаствовать. Я всю свою жизнь работаю на общественной работе. И поэтому, когда проходила премия «Арчанка», я всегда представляла здесь, на этом мероприятии, тружениц реконтажной фабрики. И поэтому очень признательно. А то, что сегодня будут чествовать меня, конечно, я очень удивилась, потому что если есть люди более достойные меня, но раз меня сегодня чествовали, я очень благодарна и признательна всем тем, с тем я работала и работаю сейчас. Общественно работаю, это вся моя жизнь. Дорогие арчанки, редакция Орск.ру присоединяется ко всем поздравлениям. Пусть в вашей жизни будет как можно больше приятных и радостных моментов. С наступающим 8 марта! В Орске сотрудники ГИБДД останавливали исключительно женщин-водителей. И в этот раз документы не просили. Дело в том, что инспекторы поздравляли представительниц прекрасного пола с наступающим праздником и дарили им цветы. А дети юидовцы напоминали всем девушкам о важности соблюдения правил дорожного движения. Как на все происходящее реагировали сами автоледи, были только рады такой остановке. Поздравляю вас с наступающим праздником, женским днем. Хотим пожелать вам здоровья, счастья, любви. Спасибо огромное. И, конечно же, быть непредвиденно внимательным на дороге, не нарушать правила дорожного движения. Спасибо. Спасибо огромное. Желаем вам любви, мгновений, ярких, душевного тепла, приятных слов, сюрпризы, восхищения, подарков, улыбок, вдохновения, цветов. Это вам. Спасибо огромное. Мы хотим вас поздравить с наступающим 8 марта от лица госавтоинспекции. Пожелать вам счастья, любви, чтобы вы были всегда здоровы и внимательны на дороге. Спасибо большое. Это вам. Спасибо большое. Желаем расцветать, любить, сиять. Пускай приносит радость вам вождение, чтобы все время могли бы отдыхать. Спасибо. Спасибо большое. Акция проходит в преддверии 8 марта ежегодно. Сотрудники ГИБДД в течение нескольких дней поздравляют автоледи с праздником и дарят тюльпаны. Госавтоинспекция МОМВД России Орская поздравляет всех представительниц прекрасного пола с наступающим международным женским днем и желает безопасности на дорогах. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем всем женщинам за рулем, чтобы их останавливали только по такому приятному поводу. Окунь, нерка, чавычия, белорыбеца – все это приехало в Орск прямиком с Камчатского края. Рыбная выставка порадует всех гурманов и просто любителей хорошей вкусной рыбы и даст возможность попробовать что-то новое и необычное. На выставке представлен широкий ассортимент от всеми любимого окуня до семги. Также здесь богатый выбор консервов. Особое место на прилавках занимает натуральная красная икра чавычия, которая является не только изысканным деликатесом, но и источником витаминов и микроэлементов. Очень много выбора рыбы. Привезли чавычу. Очень вкусная, слабосоленая, очень хорошая. Еще есть икра зеренистая, вот такая крупная, слабосоленая икра чавычия. Обязательно попробуйте, очень вкусная. Камчатская красная икра известна своими полезными свойствами. Прежде всего, это деликатес, который настолько полюбился людям, что его уже покупают не только для праздничного стола. Те же, кто употребляют красную икру постоянно, приносят своему здоровью огромную пользу. Повышает иммунитет, делает человека сильнее и выносливее, поддерживает в норме давление, положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, стимулирует обмен веществ, замедляет процессы старения, положительно влияет на гормональный фон и снимает стрессовое состояние. Все это благодаря содержащимся в продукте витаминам, минералам, жирным полинасыщенным, кислотам омега-3, антиоксидантам и большому количеству белка. Как-то брали икру, да? Вкусно? Вкусно-вкусно, нет, тут все вкусно. Все люблю, любую рыбу. Часто покупаете? Ну, покупаем, но не по много, но покупаем. Приобрела я рыбу, вот, икру, печень и трески, да? Вот рыбу я уже не в первый раз приобретаю, как бы мне все очень нравятся, вкусная продукция, слов нет. Покупателям, которые приобрели 500 граммов икры чавычи, дарят рыбные консервы из ассортимента. На выставке каждый найдет что-то по своему вкусу, каждый продукт подарит истинное наслаждение. Но георчане стали уже постоянными покупателями на этой выставке. Здесь каждый найдет себе рыбу и деликатесы по вкусу. Не упустите шанс посетить выставку, которая будет открыта с 6 марта по 18 с 9 до 18.00 в овощном павильоне на рынке «Авангард». Приходите и окунитесь в мир камчатских деликатесов. Партнер программы – сеть ломбардов «Золотая корона» в Орске. К этой минуте – это все новости, о которых мы успели вам рассказать. Прямо сейчас наша команда продолжает работать, чтобы оперативно сообщать вам обо всем, что происходит в регионе. Смотреть и читать нас можно, где вам удобно. Ищите orsk.ru, ntsk.ru, gai.rf и 1743.ru в мессенджерах и социальных сетях. Сканируйте QR-коды на ваших экранах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова